здравствуйте товарищи итак начинаем очередной обзор легендарные советские автомобили от компании ашет коллекция в масштабе 1 к 24 сразу напоминаю что компания шет коллекция является лидером по производству портворков что такое портворки ну собственно моя от москвы всегда знаете в интернете смотрите сегодня у нас номер с журнала 49 это газ 14 чайка так сказать второго поколения я уже говорил что отечественные представительские автомобили я немного недолюбливаю не знаю с чем это связано просто какой-то внутренний на такое социалистические социалистическое отторжение социалистической вычурности вот как я завернул ну бывает такой не знаю при том что они мне нравятся но я их недолюбливаю вот такой вот люблю не люблю по настроению может быть монументальные автомобили как я уже говорил второе поколение чайки первый был газ 13 в таком в космическом стиле все вытянутые ракетные очень напоминал американские автомобили никто не скрывал что данная машина была построена с оглядкой на мировой автопром в первую очередь американский с этим же автомобилем получилось немножко все по-другому когда его начали разрабатывать в шестьдесят седьмом году конструкторы горьковского автозавода прекрасно понимали что они нихрена не успеют построить разработали не так разработать протестировать и построить современный автомобиль потому что автомобильная мода на тот момент очень быстро и динамично развивалась все уходили от хромированных огромных монстров и приходили к такому классическому красивому вычурному минимализму и горьковский автозавод на самом деле поступил очень разумно они создали автомобиль который был вне времени и на протяжении всего выпуска а это сейчас я подсмотрю семьдесят седьмого по восемьдесят восьмой год да и сегодня он выглядит очень современно и стильно ну конечно не очень современно сегодня но то что стильно мы в этом даже не будем сомневаться первое что сделали у меня конструкторы они немножко растянули базу чайки потому что все-таки в основе лежал газ 13 ну немножко растянули это буквально по моему на 200 миллиметров если я не ошибаюсь может быть там меня поправить сделали машину более низкой и это была большая проблема потому что опять же многие узлы агрегаты были чайковские доработанные но все равно чайковские и убрали практически все вычурные элементы то есть если вы присмотритесь это плоские панели закругленные углы но не вычурные стилистика потрясающая я честно скажу что если брать из моих нелюбимых правительственных автомобилей это один из 111 и газ 14 вот наверное самые красивые машины того периода опять же на вкус и цвет товарищей нет мы же понимаем но давайте рассмотрим машинку что мы видим в первую очередь это хоть и пишут что это семиместный салон но мы прекрасно понимаем что это автомобиль для комфортного передвижения все-таки максимум 4 человек хотя есть два дополнительных места а их видно сзади с очень очень интересным названием строп антенны заднее сиденье это фактически диван разделенный пополам со своим подлокотником посередине выдвижным справа слева тоже массивные подлокотники причем в правом если мне память не изменяет находился пульт дистанционного управления на магнитофоном данные машины уже естественно завода комплектовались или по-моему эстонскими радиоприемниками и магнитофонной декой 1 1 эстонская по-моему была вторая была был пункт я не знаю чем связано комплектация наверное по принципу что было то и ставили но задний пассажир у него было приоритетное переключение и радио магнитофона также салон разделен пополам перегородкой здесь находится климатическая двухзонная установка которая создавала микроклимат для перед впереди сидящих пассажиров и для сидящих сзади также поднималось стекло мы видим кстати очень хорошо видны ручки вообще проработка заднего места очень хорошая то есть что на дверных картах массивные подлокотники с мощными ручками для удобства так сказать посадки-высадки сзади тоже присутствуют дополнительные ручки правильно спрофилированное сиденье то есть профиль сиденья очень хорошо виден это мягкие потрясающе удобные диваны я в этом автомобиле ездил и в и на вот так можно сказать что касается передних пассажиров правильный цвет сидений хороший подлокотник в подлокотнике опять же на автомобилях представительских находилась или алтай на телефон или спутниковая связь кавказ но опять же зависимости от ранга владельца данного автомобиля нет не владельца а наездника чью задницу он возил руль похож на мерседесовский мульти но он только похож визуально и только в этой машинке потому что когда вы садитесь в автомобиль и смотрите на него у вас голове не возникает никаких аналогий потому что он очень монументальный очень фактурный все-таки это такой огромный волговский руль больше передняя торпеда шпон дерево двухцветная конечно здесь не дерево но панель духу двухцветная это тоже опять же хорошо видно снизу видны тумблеры переключения всяких бортовых систем рычажки печки очень хорошо видно и соответственно даже виден тот самый радиоприемник магнитола два огромных прибора и характерно опять же для газ 14 это селектор переключения автоматической коробки передач он уже находится в привычном нам месте с правой стороны между сиденьями потому что на предыдущем автомобиле газ 13 чайка кнопки находились кнопки переключения кнопки переключения находились с левой стороны от руля но это такой чистый американизм и опять же никто никогда не скрывал на что ориентировались создатели данного автомобиля тут устанавливался v-образный двигатель жидкостного охлаждения газ 14 восьмицилиндровый карбюраторный два карбюратора он идеологически похож конечно на чайковский двигатель но за счет измененные системы впрыска выпуска за счет измененного зажигания электронного дублируемого мощность мотора поднялась более 200 лошадиных сил тормоза спереди дисковые двухконтурная вообще тормозная система сзади барабаны максимальная скорость 175 километров в час разгон до 115 секунд ну нельзя конечно сказать что очень быстро но по крайней мере очень так внушительно и расход 17 полон литров 95 бензина может быть я ошибаюсь бак 100 литров то есть все в порядке с этим автомобилем что касается нижней части машины качество и проработки передняя подвеска независимой в отличие от газ 13 здесь уже нет шкварней здесь стоят шаровые опоры но идеологически все равно она она такая же как на предыдущей чайки как я уже говорил дисковые тормоза сзади опять же мост неразрезной рессорный огромный здесь хорошо видны рессоры рессор уже другие более тонкие и улучшенные амортизаторы хорошо виден огромный 100 литровый бензобак вот он сзади его здесь видно ну выхлопная система выхлопная система тоже проработана неплохо то что мы должны понимать что опять же как я говорил это v-образный двигатель здесь то есть выхлопная система идет с двух сторон и здесь тоже видно слева и справа банки глушителей правое зеркало находится на крыле и поверьте мне я все-таки опять же как повторю я ездил на данном автомобиле что именно такое расположение зеркал позволяет как бы лучше чувствует дорогу хотя честно скажу когда вы едете на таком автомобиле в правое зеркало смотреть абсолютно бессмысленно вот честно вот положа руку на сердце нет смысла смотреть потому что когда ты едешь на этом автомобиле все те шарахаются даже сегодня но из уважения больше никакого страха конечно нету но дорога тебе уступает в первую очередь хотя бы что посмотреть что за ведро тут проезжает такое длинное черное на данном автомобиле была установлена значит и головная оптика состоящая из четырех фар были дворники ну здесь их не стали почему-то делать не знаю с чем это связано осталась передняя хромированная решетка вот эти вот всем знакомые желтые противотуманные фары в хромированном бампере задняя часть тоже монументальным кто-то скажет похоже на mercedes а я скажу ничего подобного просто мода была такая и вот эти блок фары было модно поверьте мне машину разрабатывали 67 67 по 77 год тогда mercedes просто валялся где-то там но не валялся конечно не утрирую но он тоже разрабатывался еще не выпускался всеми знакомый нам mercedes машину выпускали до 88 года и что опять же интересно параллельно до 81 года выпускали газ 13 чайку выпускали до того момента пока формы пресс-формы не были просто уже разломаны ну такие вот ребята экономные данный автомобиль собирали в нижнем новгороде в так называемом памси производственный отдел малых серий по моему так расшифровывается это отдельное подразделение в нижнем новгороде где машины фактически собирались вручную при создании этого автомобиля использовался только ручной труд то есть это такой rolls-royce советский хотя честно говоря все советские автомобили так собирались но здесь была технология немножко другая то есть сначала его собирали полностью вы стукивали складывали потом смотрели что все криво опять разбирали опять собирали оцинкованный кузов эти машины практически не гниют по причине того что как и на победах как мы помним как на волга в двадцать первых все неровности выводились не с помощью шпаклевки а с помощью олова то есть чтобы зазорчики были прям как надо их подгоняли с помощью олова поэтому собственно вечный кузов но крыло от этого автомобиля не подойдет крылу от другого автомобиля и реставрация данных машин это действительно гиблое дело но если не вы не очень их любите и вас не очень много денег как я уже говорил разработка автомобиля затянулась на десятилетия и серийное производство началось мелкосерийное производство началось в семьдесят седьмом году но самый первый газ 14 был выпущен в семьдесят шестом году и был передан генеральным секретарю кпсс леониду ильичу брежневу в качестве подарка на семидесятилетие и на тот момент это был единственный автомобиль да вообще единственный но еще он был окрашен в вишневый цвет все остальные лимузины как вы видите имели радикально черную раскраску и раскраска между прочим это было тоже очень интересное потому что когда собирались автомобили их отправляли на полигоны они дубас или и в нами и по дорогам нижегородской области их гоняли и по бездорожью потом возвращали назад на завод протягивали всю ходовую что-то меняли а сам кузов еще раз докрашивали полировали и лакировали то есть это действительно на сегодняшний день это круче старого роллс-ройса но опять же рассказ про легендарные советские автомобили в масштабе 1 24 от компании ашет коллекции не будет полным без хорошего глянцевого журнала как всегда статья про создание данного автомобиля с красивой компоновочной схемой далее идет у нас персональная машина эпохи застоя здесь рассказывается о том что в девяностом году пытались возродить производство газ-14 но не смогли этого сделать по причине того что почему-то не было проектной документации я не знаю чем это связано может быть прочитав журнал тушь его не читал естественно ребят вот может быть найдете ответы на эти вопросы ну и рассказ про георгия моисеевича вассармана а кто он такой будете читать журнале сразу же не отходя от кассы анонс следующего 50 и заключительного в этом году номера про ишь комби а он у меня уже есть вот про ишь коми вот так вот и у меня сразу просьба парни у кого в москве или ближайшем подмосковье есть ишь комби желательно ранние вернее даже не желательно обязательно ранее потому что он очень сильно отличается от поздних и же или поздний комби но в очень хорошем очень очень хорошем состоянии напишите мне в комментариях и я с удовольствием приеду его сниму потому что в моей коллекции тех автомобилей на ютюбе его нет ну нету в большом формате хочется переснять и ранний и поздний потому что на самом деле они достаточно сильно отличаются по отделке за всем решите отклониться с вами был ваш дядя ваня всем удачи в общем теперь племяннички вы у меня есть пока а а а Играет музыка Играет музыка Играет музыка